друзья всем большой привет решил я немножко заготовить дров зиму из наличия свободной техники у меня был только мотоблок кат причем с одной передачей вперед даже передачи назад не было потому что ремень порвался и к сожалению приобрести новый ремень у меня не было физически времени каждый день приезжал пяти часам утра и начинал работу и работал до вечера поэтому приходилось прицеп разворачивать исключительно вручную но меня это не сильно смущало потому что прицеп с мотоблоком не так и тяжело во всяком случае когда он пустой перетаскивается руками это кстати автомобильный прицеп на нем этот мотоблок и приехал весьма хорошая оптимизация рабочего процесса когда техника приезжает на прицепе съезжает с ней используют этот же прицеп в качестве транспортного средства сам по себе прицеп не самый удачный у него маленькие колеса от муравья которые натыкаясь на любой пенек на любое препятствие не могут его переехать из-за того что они маленькие то все равно что на машине на я на бордюр вот как на этом прицепе наезжаешь на камушек высотой там 10 сантиметров и уже он не переезжает приходится слезать с прицепа выталкивать зато благодаря внукшительным габбитом а у него размеры 160 сантиметров на 160 есть возможность работать при внутри прицепа распиливать то что не было допилено и грузить довольно таки объемные вещи я покажу несколько позже что удалось него запихнуть весь первый день я работал бензопилой пит решил ее протестировать заточил родную цепь правда немножко слишком сильно снял ограничители заглубления из-за этого она весь первый день я работал и точил потому особо землю ей не цеплял цепь как нормального качества хуже чем весьма лучше чем те которые идут запил в комплекте поэтому я решил сильно не заморачиваться и работал уже это репи не стал ее менять вопросу о том что за бензопила и как она себя в принципе ничего особенного в этой бире нет сказать что она меня там прям порадовала сказать не могу она лишь неприятно но тех оборотов которые развивают тот же калибр она не развивает тяга ну такая же как у любой 52 пилы обороты низковаты шина которая на ней стоит 40 в теории должна просто летать на эти пилы тот же хютер ставит шины на 50 сантиметров и хютер нормально пилит может я уже просто привык пилом которые выдают 12 с половиной 13 тысяч оборотов для большинства конечно хватит и такой мощности но все же сразу забегу вперед я не рекомендую приобретать эти бензопилы на своем опыте я убедился то что это бензопила работала один день только без на второй день не начали плавать обороты я решил то что лучше ее отложить разобрать и продолжать работать тоже веру меня пилил акацию пилил полную шину она там на 45 сантиметров и спокойно я на нем сезон отработал один день для бензопилы один рабочий день это очень мало если в реальных условиях это бензопила напилить где-то кубов 5 дерева я произвожу работы по древесине которую я спилил еще летом давай немножко подсохнуть и сейчас она уже как бы просушена делается это для того чтобы во первых она горела лучше разгоралась во вторых она уже меньше по весу и и проще транспортировать потому что мокрая древесина она всегда будет тяжелее чем сухая и в тот же прицеп я могу загрузить больше сухой древесины сожалению это древесина еще не сухая мне нет тех 20 процентов влажности которые положено это просушенная древесина она существенно отличается от мокрой но все таки она еще не дошла до той кондиции когда она легкая дерево тяжелое по хорошему дрова желательно заготавливать с весны если вы пилите зеленые дрова то с самой весны их следует заготавливать тогда они как раз за лето смогут подсохнуть и не успеют сгнить а вот к осени до начала осадков уже производить распиловку и вылаз если бы дерево было легче и было сухое то я думаю трудоемкость процесса снизилась бы как минимум на четверть потому что загружать прицеп было очень тяжело и местами я мог руками взять несколько поленьев а приходилось брать одно потому что они тяжелые да и так я за два дня вывез на этом прицепчике порядка 20 кубов приехал сельхозник и мы его загрузили с горой на второй день я уже использовал бензопилу калибр профи и лишь местами заводил пит пару раз у меня калибр застрял все таки сказывается то что на калибре 1 3 3 8 шинка ну и сказывается то что деревья это орех были под напряжением и сама порода дерево специфичная орех он используется на изготовлении при изготовлении луков конечно не такой не орех кавказский а другие виды ореха но все-таки ветви у него довольно хлесткие и могут довольно хорошо изгибаться поэтому довольно просто зажать шину на профессиональных бензопилах ставят зачастую ширину паза 16 и при этой ширине паза люфты дерева когда дерево допустим качается либо сгибается намного легче проходят при распиловке чем при распиловке цепи 1.3 при распиловке цепи 1.1 дерево постоянно зажимает шину еще такой момент я понял то что разницы прям существенной между бензопилой на 45 кубиков и 52 58 кубиков нет но когда начинаешь пилить большие бревна слышно то что цепь застревает будто бы увязает дереве и берешь в руки уже бензопилу на 54 58 кубиков и это же цепь уже не вязнет дерево спокойно пролетает крутится спокойно только в этом разница если говорить про танкомеры даже не про танкомеры про деревья там до 35 сантиметров по диаметру то и та и та бензопила абсолютно спокойно распиливают я имею в виду 45 кубовый бензопилы я кстати своим рабочим приобретаю именно 45 кубовый бензопил связано это с тем что они более живучие потому что у них больше больше тела цилиндропоршневой группы и охлаждение за счет чего лучше плюс меньше объем двигателя она меньше греется ну и кроме этого человек который все-таки не специалист не каждый день работает бензопилой более легкой бензопилой более слабый бензопилой сможет меньше косяков натворить чем мощный потому что бензопила все-таки это инструмент очень травмоопасный поэтому я рекомендую если вы до этого не использовали бензопилу то приобретайте бензопилу по своим возможностям по своей комплекции по своим физическим качествам используйте защитную экипировку обязательно на шине пит написано то что очень малая вероятность отскока но почему-то именно вот на этой бензопиле у меня постоянно кикбэк происходил то есть обратный удар бензопила постоянно выпрыгивала учитывая то что она не мощная это вылетала вот кстати кучка на второй день которая уже была дров на утро это мокрый орех сколько он весит вы можете только догадываться учитывая то что у него диаметр ну и меньше 70 сантиметров это 60 на 50 стоит вот моя рука мы сейчас его тащили под бездорожью повешиваем бездорожью там яма враги единственная проблема которая возникала это маленькие колеса прицепа которые встречают препятствия и останавливались но в остальном я вешу 80 и вот эти куски ну еще поддон 30 килограмм весит прицеп где-то 200 и о delivers home и курицы через heater клескопилетический центр Продолжение следует... 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 Продолжение следует...